Российские федеральные СМИ снова придумали страшилку о Бандере. Новые интересные факты удалось накопать специалистам. СРУ рассекретила свои архивы о Степане Бандере. Бандера действовал как агент Гитлера. Главный герой нынешней Украины Степан Бандера был агентом Гитлера и работал под кличкой Консул-2. Всего за пять недель руками Бандера и его приспешников было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков. Все ужасные подробности отсюда. Но это не документ СРУ, а перевод статьи из эмигрантского журнала. Открылось настоящее лицо Бандеры. Не революционера, пускай и фашистов, а провокатора и гитлеровского агента. Социалистический вестник 1951 года. Большинство рассекреченных документов СРУ рассказывают совершенно другую историю. Родители Бандеры были убиты НКВД, а двое его братьев погибли в Освенциме в 1943. Бандера пытался создать независимое украинское правительство, но был арестован нацистами. Немцы арестовали Бандеру в 1941-м. Посадили в тюрьму гестапо на улице Принца Альбрехта, откуда в 1942-м перевели в концлагерь Заксенхаузен. В 1944-м он бежал и присоединился к украинской повстанческой армии УПА. Бандера был в заключении гестапо с 1941 по 1944 год. В документах о военных преступлениях нет никаких доказательств его участия в деяниях нацистов. Российского зрителя продолжают пугать Бандерой и Украиной. Редактор субтитров А.Семкин